Всем привет! Это Никита Фрост и это обзор игры Novel Clash. Ну, или не знаю как там правильно произносится. В общем, это морской бой для Андры. Сколько я этих морских боёв перепробовал, вам даже, наверное, представить будет сложно. С друзьями играли и по блютозу, и по интернету, в общем, что только не пробовали. И именно вот это приложение мне понравилось больше всего, и оно, мне кажется, самое лучшее из всех его конкурентов, скажем так. Что мы видим в главном меню? Это игра, рекорды, помощь, выход. Всё, ничего лишнего, никаких косяков. Даже заточили её, как будто на листе бумаги всё происходит, как прямо в реальной жизни. Нажимаем игра. Это имя, там, моряк какой-то нарисован. С дроидом это значит с ботом поиграть, то есть с самим телефоном, через зуб. Очень интересно, кстати, написано. Я даже первый раз, когда увидел, очень долго смеялся над этим, через зуб. Ну, это имеется в виду через блютоз, и вебмены это по интернету. Ну, покажу, покажу я вам, как с телефоном играть. Расстановка кораблей можно самому расставлять, а можно авто, если вы ленивые, такие же, как я. Я сейчас автоматически что-нибудь подберу. Пускай будет так. Надо было яркость настроить. По-моему, на видео будет не особо видно, как тут всё нарисовано. В общем, тут я хожу, да. И вот так вот весь процесс игры. Конечно, с телефоном не очень интересно, хотя в дороге или где-то в очереди или в пробке очень даже время убивать с ней весело. На планшет я её ставить не пробовал. Мне кажется, на планшете даже ещё интереснее будет. Ну, как мне везёт, он ещё ни разу не попал. Ну, как. Ну, в общем-то, больше об этом приложении рассказывать нечего. Оно простенькое, ничего лишнего, а даже рекламы нету, как вы видите. Советую всем иметь это приложение на устройстве и скинуть своим друзьям, потому что играть в это по Bluetooth очень даже весело. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Пишите в комментариях игры, в которые вы любите играть и которые хотели бы увидеть на обзоре. Подписывайтесь на мой канал.